Браконьеры, напавшие на природу охранных инспекторов, еще не задержаны. Об этом заявил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов во время заседания Сената. Но, как отметил глава ведомства, полицейским известно, что среди подозреваемых есть жители Казлардинской области. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Иван Тулинов. Он с нами на прямой связи. Иван, добрый день. Какие еще подробности стали известны? Да, привет, Алмаз. Министр отметил, что полицейские установили машину и личности подозреваемых. Сейчас ведется их поиск. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». По словам Калмуханбета Касымова, подозреваемые были на двух машинах, но участие в совершении преступления принимали три человека с одного автомобиля. Я напомню, 13 января браконьеры избили инспекторов во время рейда в Карагандинской области. Злоумышленников интересовали охраняемые животные, сайгаки. Один из сотрудников охотзоопрома Ерлан Мургалиев от полученных травм впал в кому, затем скончался. Поиски подозреваемых в настоящий момент продолжаются. Мы с утра хотели преступников, мы не могли до обеда даже вертолет поднять из-за погодных условий. Они были на двух машинах, но участие в совершении преступления принимали с одной машины трое. Тех установили, они уже через них установили личности основных преступников. Как только установим, мы вам дадим. Полностью нормацию установленные личности вам скажут. Основные вопросы повестки дня сегодня касались ратификации соглашений. Один из них связан с работой Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Три пункта касались договоренностей с Таджикистаном. Эти документы регулируют миграционные процессы, порядок предоставления убежища и гражданства и организацию борьбы с незаконной миграцией. Вместе с тем, проект закона о порядке пребывания предусматривает увеличение сроков нахождения граждан на территории каждой из стран. После того, как соглашение будет принято, без регистрации можно будет находиться до 30 дней, а с регистрацией до 90 дней. Как отметил член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков, в связи с изменением правил пребывания увеличения потока граждан Таджикистана в Казахстан не ожидается, поскольку наша страна для таджикских граждан используется как транзитное государство. Депутат также привел статистику за 11 месяцев 2018 года. Согласно ей, в Казахстане временно зарегистрировано 56 тысяч граждан Таджикистана, 33 тысячи приехали по частным делам, 10 тысяч посетили страну в качестве туристов и 10 тысяч приехали на работу. Большинство граждан Таджикистана зарегистрированы в Алматы, в Алматинской области и в Астане. Все четыре ратификации были приняты и переданы на подпись главе государства. В завершение заседания сенаторы озвучили депутатские запросы. Один из них, направленный на имя министров здравоохранения и образования и науки, касается преподавания предмета ЗОЖ в школах. Депутата Сауле Айтпаеву настораживают состояние здоровья подрастающего поколения, статистика заболеваемости, число курящих, принимающих алкоголь, случаи беременности и родов несовершеннолетними и частота попыток детских суицидов. В связи с этим, по мнению сенатора, в школах необходимо ввести предмет пропаганды здорового образа жизни. Дисциплину депутат предлагает поделить на четыре блока. В одном из них дети должны осваивать основы гигиены тела и жилища с привлечением специалистов, эпидемиологов, гинекологов, урологов. Также в школах предлагают обучать принципам закаливания здорового питания, рассказывать о последствиях для здоровья вредных привычек, профилактику инфекционных заболеваний. Также, по мнению депутатов, среди учеников необходимо проводить усиленную работу по вопросам половой культуры и контрацепции. На этом у меня вся информация. Алмаз, передаю слово тебе. Спасибо из Сената. На прямой связи наш корреспондент Иван Тулинов. Спасибо. Спасибо.